FIFA готовит очередную революцию в футболе. Сегодня Совет Организации обсудит создание двух новых турниров. Речь о аналоге клубного чемпионата мира и соревновании, которое придет на смену Кубку Конфедераций. Глава FIFA Джанин Фантино предлагает кардинально изменить формат клубного чемпионата мира, перенести его проведение с декабря на лето и увеличить число участников с 6 до 24. А Илья Казаков принес хорошие новости для российского футбола после очередных матчей в Еврокубках. Илья, доброе утро. У нас одна победа, одна ничья и три поражения. Чему радоваться? Радоваться тому, что не только наша команда набрала очки, но и соперники в борьбе за шестое место в системе коэффициентов УФА сыграли неудачно. Сейчас расскажу подробно. Победа «Зенита» над Бордоничей, а Спартака в матче против «Рейнджерс» Лиги Европы позволили России сократить отставание от Франции в борьбе за пятое место в таблице коэффициентов УФА. Франция, идущая следом за Россией Португалия, не набрали очков в игровой день. Бордо, хоть и потерпел два поражения от Копенгагена и Слави, и по именам и классу все же был самым серьезным соперником «Зенита» в группе. Французская команда доказала это подмолчание Крестовского, открыв счет в матче. Отыграли «Зенитовцы» благодаря «Дзюбе». А необходимый для победы второй гол «Зенит» долго ли ему не мог забить? Тот же «Дзюба» не реализовал пенальти. С ИВО петербуржцы добились за пять минут до конца игры, когда сработала связка «Дзюба-Кузяев» победа 2-1. «Было непросто, так как пропустили немножко. Психологически так надломил нас этот пропущенный гол, но показали характер, отыгрались. Артем здорово дал мне на ход, выбежал один на один, ударил, забил гол, слава богу. Мяч залетел в сетку, выиграли». Артем «Дзюба» не реализовал пенальти и упустил возможность забить 50-й гол за «Зенит» во всех турнирах, но форвард отметил другой юбилей, став пятым игроком, забившим 20 голов за российские клубы в Еврокубках. По результативности он сравнялся с Александром Кокориным, уступая лишь Вагнеру Лаву, Александру Киржакову и Сиду Думбия. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время интервью перед матчем с Бордо попал под действие поливочной системы стадиона Санкт-Петербург. И 42-летнему тренеру пришлось с трудом уклониться от воды. Для всего остального есть крыша стадиона. Иронично прокомментировала эта ситуация официальный твиттер клуба, но мы видим, что на результат «Зенит» дождь не повлиял. «Зенит» лидирует в группе «Си», отправив Бордо на последнюю строчку. Но две из трех оставшихся встреч петербуржцы проведут на выезде. «Краснодар» не смог продолжить победную пост в Лиге Европы, обидно проиграв бельгийскому стандарту 1-2. Героем матча стал знаменитый вратарь сборной Мексики Гильермо Ачоа, один из героев чемпионата мира в Бразилии. «Пратарь» тащил все, что летело в створ, но давление «Краснодара» ближе к перерыву привело к голу Ари. Но все старания «Быков» были сведены на нет уже через две минуты после перерыва. Рене Имон лучший бомбардир стандарта в этом сезоне сравнял счет, а в компенсированное время Лаефис забил после углового. «Достаточно обидное поражение. Соперник использовал все свои шансы, наказал нас за все наши ошибки. Мы действовали в высоком темпе, хорошо прессинговали, быстро двигали мяч. У нас было много шансов, чтобы развивать свой успех. И когда соперник сравнял счет, там небольшой кусок игры выпал, но где-то с 55-й минуты мы полностью владели преимуществом». В группе «Джей» три власти. 8 ноября «Краснодару» играет со стандартом дома. И после этого матча о шансах «Быков» пройти в плей-офф можно будет сказать отчетливее. «Спартак» провел первый матч после увольнения «Масима Карреры». Результат – нулевая ничья в Глазго. В стартом составе москвичей вышла молодежь, которой удалось провести неплохую встречу. Однако командные взаимодействия гостей оставляли желать лучшего. До перерыва «Спартак» отбивался, а во втором тайме на поле вышли опытные игроки. И пусть моментов было больше у «Рейнджерс», «Красно-белые» выстояли. Группа «Пиджи» «Спартак» пока на последнем месте, но с набранными очками. Когда у «Красно-белых» будет первая победа в этой лиге во Европе, вопрос открытый. Бывший лидер «Спартака» Квинси Промес забил первый гол за «Севилю». Это случилось в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Акхисара». В первом тайме «Форвард» красиво пробил впадение через себя, но судьи записали мяч как автогол вратаря. Однако «Промес» не паник, и на 60-й минуте при счете 4-0 сделал преимущество «Севиле» более разгромным. Лига Европы на эту неделю была для наших клубов чуть удачливее, чем Лига чемпионов. Посмотрим, что будет в следующем туре, Андрей. Спасибо, Илья Казаков рассказал о наших клубах в Еврокубках.